Это же какое-то преступление века, как так можно разбавлять крутую пипсиколу коколой? Жесть какая-то, да вообще нахрена это надо. История игрушек, фильм ужасов, часть 19. Вы только посмотрите на эти обнимашки с Энди и скелет. Жопа выросла, а любимое место осталось. Вы только гляньте на этого кота, который забрался в эту щель, а потом вылез. Интересно, как это он так жопой залез туда? Вот офигенная подсказка. Человек не может прибавить 2 плюс 3. Ему подсказывает друг, лучшая часть ГТА. А этот мудак пишет Сан-Андрес. Да 5, 5, пятая лучшая часть. Хотя может ему Сан-Андрес нравится, отсталый. Патрик, Сквидвард, Планктон, Мистер Крабс и Губка Боб. Нарисованный из палочек. И черточек. Ну, мне так только Губка Боб что-то напоминает. А так, мне кажется, это какие-то нестандартные груди, мое мнение. О, нет, мышь, говорит Микки Мосс. О, хай, постойте, он же сам мышь. Мышь боится мышь? Странно. Это вообще странная картинка. Это ж как надо постараться, чтобы так закрутить эти бедные наушники. Наверное, чувак час сидел и пыхтел. Или это просто магия. Узелковый. Ну, гадость какая-то. А это левитирующая пробка. Хотя, по ближайшему рассмотрению, просто у него такие волосы жесткие. Щетина на голове. Это, а, это вообще мистер Свин из Свинки Пеппы. Этот, отец. Пятачка не видно, ну, ладно. Боже. Гадкий я существую в действительности. Правда, нос у него подкачал. А так очень-очень даже похож. Потерялся кот. Черно-белый с желтыми глазами. И в меру упитанный. Зовут, например. Пшш. Хорошее название для кота. Представляю. Эй, например. Кс-кс-кс. Жуть. Их же глаза какие-то странные. Это как будто ему их вырезали, что ли. Неужели у него реально такие глаза? Так он еще и слепой. Надо было написать. А вот так появился этот мультяшный персонаж из мультика Финис и Ферб. Да. Никогда бы не догадался. Оказывается, просто пацан сел кусок пиццы. Ну, вот все на сегодня. Если понравилось, ставьте лайк. Не понравилось, не ставьте. Подписывайтесь. Впереди много приколов. Всем пока.